Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моём канале. И сегодня мы посмотрим такую игру, как симулятор кузнеца Средневековья. Или назовём её немножко по-другому, попроще, да? Симулятор кузнеца. Ну что ж, поехали! У нас появляется первое задание, это нам необходимо поговорить с отцом. Ну, я, наверное, перед тем, как мы поговорим с отцом, так вкратце пробегусь по игре. Сейчас мы играем в демо-версию игры, она абсолютно бесплатно доступна в Стиме. И, в принципе, демку можно скачать любой желающий и поиграть в неё. Релиз данной игры запланировал на третий квартал 2020 года. Ну что ж, давайте подойдём к отцу и поговорим с ним. Отец нас просит принести ему дерево и уголь. Нам уже 17 лет, и как бы нам пора помогать. Я понял, всё сделаем. Сейчас принесём. Так. Пять дерева нужно. Раз, два, три, четыре, пять. И уголь. Уголь у нас находится в сарае. Так. Берём уголь. Пять. Есть. Несём. Батя мы принесли. Теперь он говорит нам, что необходимо взять молот. Ну и опять же к нему обратиться. Так. А что нам с углём делать? Давайте сюда закинем сразу в печку. Так. Хорошо. Берём клещи. И берём с вами молот. Ну или молоток. Так. Взяли. Опять идём к нему. Это у нас получается что-то типа обучения, да? Данные инструменты ему очень помогли в жизни. Ну и мы говорим, что да, отец. Я думаю, что они нам тоже пригодятся. Дальше, что нам требуется, это надо разжечь непосредственно нашу печку. Температура должна быть 1600 градусов. Во как. Так, подождите. Так у нас же нету... Нам надо туда поместить металл какой-нибудь. Давайте два возьмём. Или три, не знаю. Или может пять надо взять? Не, давайте три. Хватит нам три. У нас вообще по заданию не пишется, сколько необходимо. Ой, я молоток кинул. Закидываем слитки. Два. Три. Хватит нам три, наверное. Ну и, собственно, разжигаем это всё дело. Нам необходимо 1600. 1100 есть. И последний. 1600. Почти 1700 градусов. Я вижу, что температура наших слитков подымается, да? Они греются. Так. Дальше, наверное, нужно это всё на наковальню положить. Ну, сейчас дождёмся, пока достигнет температура соточки. Я так понимаю, что нужно будет клещу нам. В данном случае нам надо будет уже молоток. Так. Всё. Можем брать первый слиток. Кладём на наковальню. Ну и, собственно, давайте что-нибудь хорошего сделаем. У нас появляется крафт-лист, где мы можем выбрать, что нам дальше с этой заготовки сделать. Гвозди, серп и подкова. Гвозди, серп и подкова, да? Окей, давайте берём гвозди. Так, бах. Бах. И, собственно, делаем уже заготовочки для гвоздей, да? Так. Один есть. Гвоздик. Прикольно. За каждый удар нам даются поинты. Я не знаю, что это значит. Возможно, это влияет на качество изготовленных нами деталей, да? Либо это как-то влияет на дальнейшее наше развитие. Может быть, там, вкачивать можно будут навыки какие-то. Отлично. Сделали мы гвозди. А нам, кстати, по заданию надо было гвозди сделать. Хорошо. Обращаемся к нашему отцу. Он у нас спрашивает, ну, изготовили мы гвозди или нет? Скажем, да, мы хорошо поработали. Хорошо, Мартин ждёт тебя у ворот. Иди и отдай их ему. Хорошо, отец. А, вот Мартин, я так понимаю. Поговорить с Мартином задание. Мартину отдали гвозди. Ну, и, соответственно, говорим с отцом. Ты слышал, что сказал Мартин? Я пойду с ним. Ты хорошо поработал. Остальную работу ты можешь закончить сегодня самостоятельно. Да, я, короче, уверен, что я готов, короче. Я готов, отец. Ковать гвозди. Использую записи, которые я тебе дал. Так, ну, что мы можем изготавливать. Серп, подковы, да, и гвозди. Окей. Деревня нуждается в его помощи. И, как бы, он не может им отказать. И поэтому он должен пойти и, ну, туда и помочь им. Типа, деревню, да? Так, ну, давайте спросим, что нужно, что нам нужно делать. До полудня к нам придет Радамир. Ему нужна будет подкова. А ближе к вечеру придет... А ближе к вечеру придет старый Суэн. Ему понадобится серп. Прикольно. Окей. Ну что, скажем ему гудбай. Хорошего дня. Так, все, наш батя пошел в деревню. А нам надо, получается, серп и подкову. В принципе, я думаю, что мы можем еще потихоньку начинать. Единственное, что, наверное, надо получить заказ. А вон уже чувак идет какой-то. Сейчас с ним побазарим, что он нам скажет. Суэн говорит, что он заказал серп, да? Окей, так. Значит, нам надо первое, что сделать, это серп. Что у нас там с печечкой нашей? А, так у нас металл готов, кстати, 100%. Берем. Так. Понеслась. Что у нас по крафту? Вот у нас серп. А серп уже по-другому изготавливается. Так, 50 поинтов. Нам надо в зелененькую, я так понимаю, попасть. Опа, соточка. И еще соточка. Ну, мастер, е-мое, практически мастер, да? Так, это мы сделали. Дальше нам необходимо использовать верстак, короче, чтобы собрать серп. Так. Ну, вот у нас серп. Гвозди нужны еще. Четыре гвоздя нам надо. Сейчас по заданию почитаем. А, мы рукоять надо взять еще на складе. Так. Взяли рукоять. Не хватает гвоздей, да? Получается, нам надо еще взять еще один слиток. И как мы уже с вами умеем, изготовить гвозди. Так. Берем. Так. Ну и, собственно, поехали. Выбираем крафт. Крафт нам надо гвозди. А у нас тут три штуки, а нам надо четыре. Как-то странно. Ладно. Так. Так. А, по факту у нас четыре гвоздя будут. Я понял. Так. Отлично. Один есть. Так. Мы будем стараться делать получше, да? Там уже как получится. Все. Изготовили мы гвозди. Изготовили. Они у нас... Они у нас есть в инвентаре? Да. Четыре штуки у нас есть. Все. Теперь нам, по идее, хватает полностью на все. Так. Ручку. И гвозди. Четыре штуки. Отлично. Теперь собираем. Чуваку серп. Берем ручку, насаживаем. Так. И гвозди. По каждому гвоздику их как бы ударить надо, да? Класс. Шикарно. Просто шикардос. Мне реально нравится эта игруха. Супер. Че, у нас это четкий серп получился. Надо освободить инвентарь, наверное. Ну-ка. Да, взяли мы серп. Теперь мы можем отдать его Свену. Так. Я готов, короче, на тебе твой серп. А деньги? Забыл про деньги. А, да, вот. Возьми, пожалуйста. Смотришь, какой, а? Серп забрал, а деньги не хочет отдавать. Так. У нас еще придет к нам Радомир. Радомир, наверное, да? Правильно. И он у нас будет заказывать подкову. Поэтому я думаю, что надо подготовиться уже, пока он причухает. И у нас тут нихрена нету. Так. Берем с вами слиток один. А вон он уже идет. Он уже пришел. Пять дерева. Закидываем. Так. Ну и уголь, соответственно. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Пока у нас будет слиток разогреваться, мы тогда сейчас пойдем с ним побазарим. Так, два. И еще разочек. Три. Окей. У нас только один вариант ответа, что мы еще не сделали ему подкову. Дай мне пять минут. Ну, пять минут, наверное. Даже много будет. Так, готово у нас слиток? Да, отлично. Берем. Блин, а где мы молоток дели? Он в инвентаре, по-моему. Так, закидываем. Молоточек. Ну и, собственно, давайте сделаем подковку. Ну, подкова это вообще легко, мне так кажется. Так. Подкова. Соточка. Блин. Что-то она не очень у нас получилась. Удачно. Ну и, собственно, теперь надо ее отдать. Так. Короче, мы ему даем подкову. Он говорит, хорошая работа. Вот твои деньги. Так. Вот твои деньги. Вы случайно не видели дым на востоке? Короче говоря, мы ничего не знаем, но Мартин был здесь, и он был взволнован. Типа, увидимся позже. Че, и все? А, сейчас мы поедем к отцу в деревню, я так понимаю. Он нам говорил, что в деревню отправляется. Мы как бы помогли людям тем, которым могли. И, собственно, на повозке нас кто-то отвозит. А кто это, непонятно. И отправляемся с вами в деревню. Блин, лошади чуть не утонули. Проваливаться немножко в текстуры. Ну, понятно, что это демо, она еще и оптимизирована плохо, сама игра. Ну, это прикольно смотрится. Ну, короче говоря, мы приехали в деревню. Так. Что ты, кто ты такой? Барон. Некий барон. Он говорит, что он барон данной деревни. Или граф, наверное, граф, наверное, правильно перевести. Ну, будем называть бароном. Короче, барон он. Мы приехали сюда по его просьбе. Мы должны заменить какого-то старого Ивар. Ну, я так понимаю, это и имя какое-то, да? Ивар. Это, наверное, старый кузнец какой-то. Я так понимаю. Какой-то граф Ульф движется сюда, ну, я так понимаю, в деревню, в эту, да, сжигая все на своем пути. Он будет, он может быть здесь через полтора дня. Должен действовать прямо сейчас. У них, как бы, хреновое оружие. Ну, я так понимаю, что нам надо будет изготавливать мечи для войска. Хорошо, мой лорд. Ну, Игорь, типа, идем, я тебе все покажу. Ну, пошли, покажешь. Нам необходимо двигаться за бароном. А, так вот кузнец, е-мое. Показывает нам, где что находится. Точильный камень. А, это что, уголь? Стол какой-то. Ага, это у нас наш склад. Я понял. Он просит нас изготовить широкий меч, который можно было использовать вместе со щитом. Хорошо. Согласно заданию, которое у нас есть, нам необходимо изготовить наш первый меч для барона. Для этого необходимо взять, ну, ингредиенты, все это понятно. Так, собрать, собрать меч, сделать гравировку, отполировать и сделать гравировку. И отдать меч барону. Окей, я понял. Так, у нас склад был там в доме. Вроде бы. Какий-то тут сундук он какой-то стоит. Лонг, он. Так, берем клещи. Они нам по-любому нужны. Берем молот. А что вот это за хрень? А, это форма для меча. А, ребят, прикольно. Так, берем молот. Сразу берем раз, два, три, четыре, пять штук. Сколько нам надо? Давайте одно возьмем для выплавки. Уголь. Раз, два, три, четыре, пять. Закинем сейчас все это в печку. Уголь. Уголь. Дерево. Так. И один металл. Или, а может, давайте закинем пару штук. Штучки три закинем. Я думаю, он нам пригодится в любом случае. Раз, два, три. Хватит нам три. Раз, два, три. Так. Ну и, собственно, наверное, разжигаем огонь. Так. Ну все. Пускай греются. Слитки. А что у нас еще здесь есть? Вот здесь, я так понимаю, мы будем плавить. Плавить. Так, а мы не так сделали. Значит, нам надо... Подождите. Нам взять надо слиток. И, наверное, поместить вот сюда. Так. И кусачки выкидали. Все, она нагрелась до нужной нам температуры. А что дальше? Что это такое? А, так мы ведро вот сюда должны поместить. Я понял. Короче, все, я понял. Берем вот эту хрень. Емкость, да? Ну, форму для меча. Ставим. И что? Если мы берем жидкий наш металл. Где форма пропала-то? Что форма пропала? О, тихо. Она чуть не пролилась. Тихо, тихо. А чего форма не ставится? Не понимаю. Стак, да? Который... На который мы с вами серб собирали. Возможно, надо что-то с этой формы делать. Открыть. О, клево. Недоступно. Доступны вот эти только, да? Формы. Это те мечи, которые мы можем изготовить. Он нам говорил про широкий меч. Да. И с которым может, ну, одной рукой, как бы, сражаться. Значит, это вот этот будет. Он не длинный. Ну, и широкий. Так, сделали, типа, форму. Так, о, и воронка появилась. Все, значит, точно правильно сделали. Так, и что? И теперь нам надо залить туда? Прикольно. У-у-у-у. Мы промазали. 80... Все? Ничего не осталось? 87 процентов. У нас получилось. Так. Так, так, так. У нас есть еще слитки. Теперь нам надо как-то выковырять это оттуда. Так, ну, у нас, как бы, в форме есть наш меч. Логично. Ну, вряд ли его на наковальню надо. Ну, кладем, допустим. Так, достать. А, все. Ну, и, собственно, достаем. Вот наш... Наш клинок. Здесь у нас бочка. Надо его закалить. Мы, получается, не доделали... Не доделали наши лезвия. Я понял. Короче, нам надо сначала его доделать. Ну, это логично. Так, для этого нам нужен молот. Где наш молот? Да, нам надо доделать лезвие сначала. Так. Вот, теперь мы его, по идее, доделали. Теперь мы можем его закалить. Так, берем. И пошла закалочка у нас. Прикольно, класс. Мне нравится. Так, все, она у нас, как бы, готова. Что дальше? Мы можем его на наш стол забросить. У нас есть лезвие. Рукояти нет. А как нам это изготовить все? Если мы возьмем еще один слиток. Закинем его сюда. Что мы из заготовки еще можем сделать? Так, крафт. О, у нас новое что-то появилось. Это вот гвозди, что мы делали, да? А тут у нас идут ручки. Блин, прикольно. Вот это мне нравится. Вот такое возьмем. Так, и здесь. А мне кажется, надо обычную брать какую-нибудь. Ну, вот это круто выглядит. Или обычную вот такую возьмем. А, и вот эту возьмем. Она покруче будет. Так. Это из одной заготовки мы можем и ручку сделать, да? Так. Отлично. Так сразу такая маленькая стала. А что теперь? Кликать. Кликать куда? А. Это мы резьбу делаем, да? Получается. Прикольно. Вообще класс. Окей. Дальше что? Так, у нас еще один слиток, если что, есть. Теперь мы можем уже соединить это все дело? Так. Что-то у нас все равно не хватает. А, у нас самой ручки нету. Ёб моё. У нас как бы есть все, но нет ручки. А где нам ручку искать? А вот что валяется. Так. Да, вот она. Вот ручки. Таких тут всяких разных. Какую взять? Ну, давайте вот эту покруче возьмем. Это же для барона. Единственное, что нам её надо как-то взять. Сейчас мы уберем. Так, взяли ручку. Но она у нас единственная такая крутая, да? Там все остальные какие-то галимые. Так. Ну, давайте собирать. А что, ручку не можем использовать? Что за херня? Давайте другую возьмем. Может, она типа не подходит к этому клинку? Давайте поменьше. Или каждый по одной возьмем штуки. Какая-нибудь да подойдет. Методом тыка, да? Так. Всё, теперь мы... А, вот, мы можем две выбрать, да? Так, берем вот эту штучку. Вот эту штучку. Я думаю, что вот эта у нас будет ручка. Собираем. Собираем с вами. Так, теперь ручку. Что-то нога какая-то галимая. Сильно маленькая. Не знаю, понравится на барону или нет. Не, ну меч мы правильный. Ну, само лезвие мы точно правильно сделали, потому что... Потому что он широкий. Дальше по заданию нам необходимо сделать гравировку и отполировать его. Так, у нас точильный камень есть. А, вот, нам подсказывают. Окей. И точильный камень. Ясно. Сначала, короче, наносим гравировку. Все дела. Так. Чё? Не, оно классно, кстати, получилось. Чё? Мне нравится. Так, чё мы тут можем сделать? Во, вот это шикарно, блин. Вот это хочу. Назад. А, ну здесь, наверное, ничего не будем. Пускай так и ставится, да? Клёво. Всё? Подождите. А лезвие само? Так, это ручка у нас. Ну, такую ручку, допустим. Да чё-то это самое. Так, здесь. Ну, это не, алима как-то мне не нравится. А у нас осталась гравировка эта. Ну, как-то не очень, если чё-то. А можно, можно не делать ничего? Мы здесь хотели ничего. Так. Вот так у нас будет. У нас получается только сама ручка. Хотя, в принципе, можно здесь нанести вот так. Как он будет? Нормально. Всё, вот так, короче, вставляем. 85... 85% у нас качества. Теперь надо его заточить. А чего она мне засчитала задание гравировки и так далее? Странно. Подождите. Может, надо наточить его? Воу! Прикольно. И вот таким образом мы затачиваем лезвие. Так. И с другой стороны. Слушайте, клёво. На мышку мы, получается, крутим камень, да? А кнопками вправо-влево уже заточка идет. Чё-то мы тут накосячили, трахец. 91 point мы получили. Так. Забираем. Всё. Мы выполнили все задания, которые от нас требовались. И осталось нам отдать меч барону. Давайте найдём барона. Ты барон? Нет, ты не барон. Барон, ты где? О, прикольно. Тут золото. Может, что-нибудь украдём? А где барон, собственно? А, вон у нас подсвечивается. Барон, иди сюда. Держи свой меч. Это прекрасный меч. Вам удалось это сделать за такое короткое время. Ну и, собственно, он просит нас сделать ещё один меч для охранника. Охранника зовут Хилдур. Ну, типа, трали-вали. Надеюсь, что, типа, ты сделаешь хорошим его. Мы говорим, что да, мы всё сделаем и забираем коинсы. Ну, это, я так понимаю, золотые, да? Ну, вот, собственно, и всё. И вот охранник, которому необходимо сделать меч. Ну что, друзья, вот такая вот, в принципе, игруха. Игруха интересная. Понятно, что это пока демка. Вот. Будем надеяться, опять же, что в игре появятся русские, чтобы нам облегчило дальнейшее прохождение данной игры. Ещё раз напомню, игра находится в разработке и релиз её запланирован на третий квартал 2020 года. Ну, а я на этом буду заканчивать. Говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok